Ньюз Тайм Привет всем, кто следит за миром шоу-бизнеса! В эфире программа Ньюз Тайм, меня зовут Инна Станц. Прямо сейчас погружаемся в актуальные события. Ньюз Тайм 25 ноября при поддержке Bridge TV «Русский хит» пройдет концерт группы «Несчастный случай». В честь 20-летия халатных концертов на выступлении в Московском театре мюзикла на Пушкинской площади музыканты споют новые и старые песни, а также пригласят специальных гостей. Ньюз Тайм 28 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Bridge TV пройдет шоу «Lord of the Dance Dangerous Games». На выступлении в БКЗ «Октябрьский» режиссер Майкл Флетли покажет ирландскую легенду о противостоянии темного лорда и повелителя танца. Ньюз Тайм Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. Ньюз Тайм В Москве с большими сольниками выступили Дима Билан и Сергей Лазарев. Оба участники Евровидения и успешные поп-артисты. Их постоянно сравнивают в прессе, хотя сами звезды конкуренцию отрицают. Однако свои сольные концерты в Москве дают с разницей лишь в сутки. Совпадение ли это? Шоу Димы называется «Планета Билан». Певец появляется на сцене, как из фильмов о космосе. Сергей Лазарев свой концерт начинает, тоже спускаясь с небес, только в немного другом образе и подобии. Дима Билан к своему шоу подошел акробатически. Полеты практически без страховки почти в каждом номере. Но приземление на сцену в Москве чуть не закончилось травмой. Сегодня я немножко на декорации упал, если вы видели, в самом начале. Я прям буквально думаю, сейчас остановится эта конструкция, а нет, я ударяюсь о пол. Сергею Лазареву сохранить здоровье удалось чуть большим успехом. Падения обошли стороной. Впрочем, сезон простуд в самом разгаре. От всех отворачивался, не знаю, носил какие-то все, ел лук, чеснок, хотя я его никогда не ем, чтобы не дай бог, никто меня не заразил. И поэтому, когда я пришел сегодня там с утра и понял, что все нормально, голосовые связки в полном порядке, я прям думаю, все, отлично, слава богу. В полном порядке и концертные сборы у обоих артистов. Официальная вместимость «Планеты Билан» более 7 тысяч человек. А вот на площадку Сергея Лазарева по официальным цифрам легко могло попасть около 12 тысяч человек. Шоу обоих артистов также связали и семейные узы. Концерт «Энтур» Сергей Лазарев посвятил своему сыну Никите. Дима Билан детьми пока не обзавелся, но его сольный концерт открывала родная сестра Аня, которая тоже стала певицей. Я начала готовить свой альбом EP, и после этого мне брат предложил, он услышал мейнтреки, предложил мне выступить на разогреве у него. Неординарные и музыкальные новинки артистов. В своей песне «Бонни и Клайд» Сергей Лазарев спел о любви в путешествии на машине. Нетрудно догадаться, чему посвящена и новинка Димы Билана под названием «Полуночное такси». Мы летим в полуночное такси. Вот, я понимал, конечно, что это может быть гимном таксистов. Насколько вы схожи в своих творческих взглядах? Не знаю. Вы делёстые эстетики у вас музыки? Ну да, мне кажется, это вообще какой-то такой тренд. Мы в тренде, это прекрасно. Одну из завершающих песен Сергей Лазарев даже спел с виртуальным Димой Биланом, тем самым ещё раз доказав, что вражды между артистами не существует. В конце концов, российский поп-олимп – это не Евровидение, и воевать за призовые места артистам не приходится. Так что поздравляем Диму Билана и Сергея Лазарева с успешными сольниками в Москве. Ньюс Тайм Ну а группа «Мкзаврэби» готовится к осеннему концерту в Москве, который пройдёт при поддержке Бридж Тиви «Русский хит». Сольник в столице – часть тура группы по 20 городам России, который пройдёт в поддержку альбома «Гео». На пластинке есть песни, которые родились даже несмотря на отговоры друзей, как, например, композиция «Ананке». Когда я изначально оставил моим друзьям эту песню, говорили, что «не, по-моему, по-моему, это сложно». И я всё-таки остался на своём мнении и оставил эту песню. Выступления «Мкзаврэби» не ограничиваются задушевными песнями. Под музыку группы не может устоять даже сам фронтмен коллектива, поэтому на концерте «Мкзаврэби» танцуют все. Я вообще не знал, что так могу танцевать, потому что когда я в театральном, я был самым ужасным танцором, я стоял в самом последнем, и меня всегда было видно, потому что я самый толстый и большой, и высокий. Нет, потому что вы хорошо танцуете, вы наговариваете на себя. Спасибо огромное. Размять косточки и голосовые связки на столичном концерте «Мкзаврэби» можно будет 21 ноября в клубе «19.30 Москоу». Друзья, на этом всё. Не пропустите новости шоу-бизнеса в следующем выпуске программы «Ньюстайм». С вами была Инна Стан. Пока-пока. Ньюстайм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok